Сюжет пьесы, написанный 120 лет назад, современному зрителю покажется на удивление знакомым. Врач процветающего курортного городка, где находится знаменитая водолечебница, обнаружил в воде целый букет бактерий и химических веществ. Горожане боятся потерять туристические доходы и требуют от врача молчания. Тот не унимается и его выгоняют из города. Правдолюбивый герой Ипсона отчасти повторяет жизненную драму самого писателя. Когда ему решили отказать стипендии, и король сказал, зачем мы ему будем платить, он ничего хорошего не пишет про Норвегию, то министр внутренний день написал, ну, ваше величество, абсолютно право. Но если он вдруг вернется в Норвегию, он такое станет писать про Норвегию, пусть лучше он остается в Риме. И ему продолжили платить стипендии. Нравственный посыл пьесы в трактовке Льва Додина понятен. Свободный человек, утверждающий приоритет морали, всегда задевает коллективные интересы и автоматически становится врагом толпы. Он вызывает раздражение у жителей вымышленного городка и непонимание части зрителей тоже. Доктор похож на Дон Кихота, готового ради идеи пожертвовать благополучием земляков. Впрочем, Сергей Курышев, исполнитель главной роли, с такой трактовкой не согласен. Доктор, который стремится к конкретному делу, к совершению конкретного дела, небезумно. Просто нельзя пить отравленную воду, вот и все. Ее нельзя пить, нельзя ее продавать. И нельзя ее давать в больницу. Этим спектаклем Генрик Ипсен был бы доволен. Типажи его пьесы узнаваемы, мизансцены иллюстративны, и костюмы в полном соответствии с модой эпохи, ушедшей от нас вместе с паровозным дымом. Но для нынешнего зрителя первые полчаса станут настоящим испытанием. Главный герой и его брат, мэр Антипод, на полчаса замерли на сцене в словесной перепалке. По-норвежски сдержанной и неторопливой. Актерам остается надеяться только на такт и терпение зрительного зала. Люди устали от бессмысленных экшен-сюжетов, крови, грязи, бессмысленного кричания, этой так называемой статичности. Не боимся, потому что главное не вот в этих вот делах, а в том, что здесь происходит у партнера, у меня и в глазах, которые выражают очень многое. Первую постановку «Враг народа» в России увидели еще 113 лет назад. Пьесу в Амхате поставил Станиславский. Он же с блеском сыграл роль доктора Стокмана. Тогда, накануне русской революции, этот образ стал символом общественного протеста. Сегодня, скорее, сценическая иллюстрация вечной истины. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Дмитрий Исковский, Алексей Купцов, Вести, Петербург. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова